Всем привет, с вами Альянс Расследователей Беларуси. В нашем расследовании мы расскажем и покажем, как некий писец из Австрии и белорус, помогавший обходить санкции украинскому олигарху, стали монополистами по импорту в США стали с белорусского металлургического завода, вытеснив его дочерние компании. Нашу историю, наверное, надо начинать с самого начала, а именно с 80-х. Тогда силами двух европейских компаний, итальянской Даниэли и австрийской Фостальпине, в Жлобине Гомельской области запустили Белорусский металлургический завод. 15 октября 1984-го торжественно выпустили первую плавку стали. Ровно в полдень по руслам непрерывной разливки устремился вперед живой ослепительный поток стали. С годами металлургическое предприятие разрасталось. Время от времени его модернизировали усилиями тех же европейских компаний. БМЗ сосредоточился на четырех направлениях работы. Стали плавильное, прокатное, трубное и метизное. Сегодня мы на БМЗ производим широкую гамму продукции. Мы диверсифицировали наше производство благодаря серьезному вложению инвестиций за последние годы. БМЗ всегда был ориентирован на экспорт. Туда уходило около 80% его продукции. В начале 2000-х организовать эффективную реализацию белорусской продукции взялось правительство. Совет министров постановил создать за пределами страны сеть совместных с белорусскими производителями компаний. Так БМЗ стал соучредителем фирм в Европе, Китае, России и Соединенных Штатах. В Майами была создана компания «Белкап Стил». Ее учредителями стал белорусский БМЗ и партнер австрийский холдинг «Писец Групп». О его собственнике Карле Писеце поговорим немного позже. Ну а «Белкап Стил» начала, как и задумывалось, завозить в Америку сталь с белорусского металлургического завода. Большую часть продукции, а это в основном стальные бесшовные трубы, грузили на суда именно здесь, в украинском порте Южный, в Одесской области. Согласно базе импорта, за 10 лет с 2009 по 2019 год из Южного в американские порты было осуществлено 57 рейсов и доставлено более миллиона тонн белорусской стали. Во всех случаях продавцом выступал БМЗ, а покупателем американская «Белкап Стил» – совместная компания «БМЗ» и «Писец Групп». Но в 2020 году ситуация изменилась. БМЗ прекратил экспортировать на «Белкап Стил». А главными торговыми партнерами белорусского завода в США стали частные компании – «Писец Групп Америка» Карла Писеца и «Комодити Дженерал Трейдинг» белоруса Сергея Карпушкина. И вот теперь пришло время рассказать об австрийце Карле Писеце и белорусе Сергея Карпушкине, компании которых, исходя из количества и объема поставок, стали монополистами на рынке импорта стали с БМЗ в Штаты. Судя по этому фото со старого буклета белорусского металлургического завода, Сергей Карпушкин до того, как пошел в самостоятельное плавание, работал в наполовину БМЗшном «Белкап Стил». Вот он в компании исполнительного директора «Белкап Стил» Вячеслава Кушнарева. Кроме того, в LinkedIn местом работы Сергея до сих пор числится «Белкап Стил». Сергей Карпушкин, как рассказывает его сын Константин, работал на БМЗ, а с 2004 года постоянно проживает в США. С того времени Карпушкин и его семья обзавелась в Америке целой сетью компаний. Кроме комодити General Trading, через которую завозилась сталь с БМЗ, в разное время Карпушкин имел непосредственное отношение к компаниям, занимающимися операциями с металлом. Адреса регистраций этих компаний в элитных объектах недвижимости. Вот в этом доме, дом 3740 в районе Авентура, Майами, Флорида. И в квартире с видом на океан. Но не так давно деятельность Карпушкина стала объектом внимания правоохранителей США. Это Сергей Курченко. В те времена, когда президентом Украины был Виктор Янукович, Курченко называли самым молодым олигархом в истории этой страны. После событий Евромайдана в феврале 2014-го олигарх выехал в Россию и начал заниматься бизнесом на территории аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса. Весной 2023 года Министерство юстиции США сообщило об аресте и обвинении Сергея Карпушкина. Было установлено, что Карпушкин вместе с компаньоном Джоном Унсаланом участвовали в схеме по обходу Сергеем Курченко санкций путем закупки стали плавильного сырья. Карпушкин признал вину и заключил сделку со следствием. Сергей признался не только в том, что они оставляли в США сталелитейную продукцию с временно оккупированных Россией территорий Украины в нарушение санкций, но подделывали или лечили в их терминологии сертификаты заводских испытаний, выдавая поставляемую продукцию за легальную. Наказание за содеянное, до пяти лет лишения свободы и необходимость выплатить штраф. В соглашении указано, что общая сумма незаконного оборота превысила 150 миллионов долларов, а заработок Сергея Карпушкина составил 4,7 миллиона долларов США. В бюджет США придется вернуть сумму вдвое больше, то есть 9,4 миллиона. Следствие установило, что Сергей Карпушкин сознательно заключал сделки с подконтрольными Курченко компаниями, зарегистрированными на Кипре и в Гонконге. Еще из интересного была и третья сторона, с которой делились. В материалах дела она не упоминается. Все делили на троих. Искать незаконно заработанное средство будет непросто. Но мы обратим внимание на два факта, которые вряд ли являются простым совпадением. Сергей Карпушкин делает своего сына Константина Карпушкина топ-менеджером компании Commodity General Trading. А уже 4 апреля 2022 года Константин Карпушкин приобретает 66% компании Incafair в Польше. С приходом Карпушкина-младшего, компания, которая до этого занималась торговлей металлопродукцией и переживала не лучшие времена, продемонстрировала резкий рост оборотов и такое же резкое падение прибыли. Если в 2021 году обороты компании составили 10,5 миллионов злотых, а прибыль чуть более миллиона, то в 2022 году оборот компании составил рекордные 24 миллиона 300 тысяч злотых, а вот заработала она всего лишь 66 тысяч 200 злотых. По средневзвешенному курсу доллара к злотому за 2022 год это составляет 5 миллионов 460 тысяч долларов и, соответственно, 14 тысяч 900. Сумма оборотов несколько превышает объем нечестно заработанных Сергеем Карпушкиным 4 миллионов 700 тысяч долларов. В соглашении о признании вины Карпушкина указано, что в схеме была задействована та самая Commodity General Trading. Только по одной из сделок фирма помогла получить подсанкционные товары на сумму свыше 600 тысяч долларов. В другом деле в суде округа Луизиана установлено, что Commodity является официальным дилером БМЗ. Таким образом, белорусский металлургический завод, прекратив поставки на свое дочернее предприятие Белкап Стил, начал сотрудничать с новым официальным дилером – частной компанией Commodity General Trading, собственник которой помогал украинскому беглому олигарху обходить санкции США. Почему руководство БМЗ пошло на такой нелогичный шаг, непонятно. Ведь тем самым они лишили себя права получать дивиденды от деятельности Белкап Стил. Теперь вся прибыль начала оседать в карманах посредника, который не имеет отношения к заводу. И еще один интересный факт. Сергей Карпушкин успел спасти от конфискации сталь с БМЗ, которая находилась в украинском порту Южный, и привезти его в Хьюстонский порт весной 2022 года. Так повезло не всем. Вот, например, приказ о конфискации продукции БМЗ у компании BVI в Одесском порту. В связи с введением военного положения 24 февраля 2022 года. А это столица Австрии, Вена. Здесь, на улице Гусхаус-штрассе 12, расположен центральный офис компании Pisets Group ГМБХ. Вот фото подъезда. Кроме вывески Pisets Group мы видим вывеску консульства Сейшельских островов. Что не странно, так как основатель компании Pisets Group был почетным консулом этого офшорного рая в Австрии. В Соединенных Штатах зарегистрирована ее дочерняя структура – Pisets Group America LLC. Эта компания, как и коммодити Сергея Карпушкина, начала импортировать в США продукцию БМЗ после того, как завод прекратил поставки на Белкапстил. Конечный бенефициар обеих компаний – австриец Карл Писец. С БМЗ фирмы Pisets работали еще с 90-х. Именно с Pisets Group БМЗ создавал Белкапстил. Но Белкапстил после вторжения России в Украину в 2022 году попал под санкции США вместе с самим заводом. А вот Pisets Group – нет. Что известно о Карле Писеце и Pisets Group? Pisets Group основал отец Карла Писеца – Карл Писец-старший в середине 50-х. Это была обычная торговая компания, снабжающая Западную Европу продукцией с Востока. Но вскоре она выросла в серьезного игрока. А Писец-старший стал не только известным предпринимателем, но и влиятельным политическим деятелем. На протяжении 13 лет он был членом Совета Федерации, занимал различные должности в Венской торговой палате, был почетным генеральным консулом Сейшельских островов в Австрии, был членом Австрийской народной партии. Младший Писец принял управление компанией на себя в 90-х, а вместе с компанией унаследовал и часть его влияния в торгово-финансовой и политической сфере. С конца 90-х Писец-младший является членом Австрийской торговой палаты, которая открыто называла санкции против России абсурдными, а также публично и регулярно участвует в мероприятиях, организованных белорусской властью. На деловой совет прибыли руководители компаний, которые готовы предметно разговаривать о выдвинутых инициативах. В 2015 году Писец был сопредседателем австрийской делегации на заседании Белорусско-Австрийского делового совета в Минске. А вот Писец на аналогичном мероприятии, но уже в Вене, при участии посла Белоруссии в Австрии в 2018-м. Годом позже, в ноябре 2019-го, Писец стал участником Белорусско-Австрийского бизнес-форума с участием Лукашенко, который зазывал австрийских бизнесменов инвестировать в Беларусь. Приходите честно, открыто, прозрачно, будем работать. Именно в конце 2019-го года в Минске прошел первый венский бал с участием Лукашенко. Кстати, в самой Австрии Писец является почетным председателем комитета бальных танцев. Совпадение? Кто кого танцует? Танцами занимаются и в семье Виктора Лукашенко. Но насколько чистым, прозрачным и открытым можно назвать сотрудничество Белорусского металлургического завода и компанией австрийца Карла Писеца? Судя по данным отчетов, структуры Писец Групп заняли место когда-то специально созданных дочерних компаний БМЗ, вытесняя их. В США завод прекратил работать с наполовину своей Белкапстил, а направил экспорт на комодити Карпушкина и Писец Групп Карла Писеца. Подобная ситуация сложилась и, например, в Польше. Там дочка БМЗ Польска в 2018 году перестала получать товар с завода и в итоге в 2021 году ушла в ликвидацию. И в то же время у Писец Групп Поланд, зарегистрированной по тому же адресу, не было проблем ни с поставками, ни с оборотами. Компании, которые в обычной жизни должны были являться конкурентами, находились по одному и тому же адресу. При этом Томас Фольде, являвшийся директором БМЗ Польска, одновременно работал на головную компанию Писец в Австрии. Нахождение по одному адресу не пережила именно имеющая опосредованное отношение к БМЗ польская дочка Белкапстил. В 2017 году обороты компании составили 77,8 миллиона злотых, а чистая прибыль 1,2 миллиона. В 2018 году обороты 26 миллионов злотых, чистая прибыль 337,9 тысячи злотых. 2019 год обороты 18,3 тысячи, убыток почти 100 тысяч. В своих пояснениях к ситуации правление компании отмечало, что не получается восстановить отношения с единственным поставщиком, то есть БМЗ. А вот Писец Групп не имела проблем с поставщиком. Буквально в первый год работы на польском рынке обороты составили 15,4 миллиона злотых. Стоит ли говорить, что на документах обеих компаний была одна и та же подпись. Патрик Тайшль. Топ-менеджер сразу Писец и Белкапстил. Очевидный конфликт интересов бывает иногда не совсем очевиден. Это же другое. Согласно отчетам, в 2021 году у БМЗ почти на 10% снизилась выручка от реализации продукции. С 2,1 миллиарда до 1,9 миллиарда рублей. Кредиторская задолженность составила 739 миллионов рублей. И более чем в полтора раза превышала дебиторскую. То есть долг предприятия перед кредиторами в 1,6 раза больше, чем контрагенты должны предприятию. А у Карла Писеца тем временем ситуация сложилась куда лучше. Годовая прибыль материнской писец-групп ГМБХ составила почти 3,5 миллиона евро. Сейчас и белорусский металлургический завод, и его дочерняя компания Белкапстил прибывают под санкциями США. Теперь ни комодити Карпушкина, ни писец-групп Карла Писеца не могут импортировать продукцию БМЗ в Штаты. Сергей Карпушкин, скорее всего, ближайшие годы проведет в тюрьме. И ему сейчас точно не до металла. А вот структур Лы Карла Писеца, хоть и завезли с 2020 по 2022 год в Штаты 125 тысяч тонн стали из Беларуси, ни под какие ограничения не попали. И не исключено, ищут и находят способы и дальше зарабатывать на белорусском металле. У нас даже есть пример. Писец-групп Америка уже во время войны и после введения санкций ЕС 20 июня 2022 года успешно доставила белорусскую проволоку стоимостью 310 тысяч евро из Литвы в Эквадор. Операция, говорят опрошенные нами эксперты, на грани. Если окажется, что контракт подписали после 2 марта 2022, можно трактовать как обход санкций. В нашем расследовании мы показали и доказали, что Первое. Менеджмент товаропроводящей сети БМЗ строил параллельный нелегальный бизнес по обходу санкций в торговле металлом, зарабатывая на этом кругленькие суммы. Второе. Менеджмент и партнеры по созданию этой сети планомерно создавали параллельные структуры, куда целенаправленно переводили торговлю продукцией БМЗ, лишая предприятия-производитель дивидендов. Третье. Ключевую роль в этих процессах сыграло руководство американской дочки БМЗ Белкап Стил и структуры Писец Групп, которые изначально тесно переплетены между собой. Карл Писец, подобно экономическим санкциям и закручиванию гаек, повторяет по венского вальса, усиливая динамику и интенсивность движений на этом балу, пока у партнерши не закружилась голова. В итоге этих танцев внешнеторговая деятельность гордости белорусской промышленности перешла в руки зарубежных посредников. Возможно ли такое без ведома и согласия белорусского режима, который проверяет кассу в маршрутных такси и считает выручку от надоев молока? Вопрос, конечно, риторический. Напомним, что по странному стечению обстоятельств именно Австрия активно танцует с Александром Лукашенко. В марте 2019 года Беларусь с визитом посетил канцлер Себастьян Курц, спонсором которого в том числе замечен и Карл Писец. А в ноябре того же года в Австрию, в свой последний ваяж в цивилизованный мир, отправился и Александр Лукашенко, где привычно пообещает австрийскому бизнесу райские условия в Беларуси. Случайно или нет, но свой первый венский бал в Беларуси Александр Лукашенко проведет сразу же по возвращению из Австрии в декабре 2019 года. Материал был подготовлен при поддержке «Беларусь Бихайф» совместно с Еврорадио Беларусь и флагшток Гомель. С вами был Альянс расследователей Беларуси. Мы делаем тайное явным, приближая неизбежное будущее. Поддержать команду Альянса расследователей Беларуси можно по реквизитам, указанным в описании к видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите в комментариях о расследованиях, которые хотите увидеть. Субтитры сделал DimaTorzok